С синяками за речь, украинскую, в Днепропетровске избили молодую девушку. Как это было, разбиралась Наталья Грищенко. Аня просит не показывать своего лица. Вспоминает, все случилось средь бела дня. 18-летняя девушка шла домой и говорила с мамой по телефону, на украинском языке. Это и взбесило мужчину, шедшего навстречу. Вспоминаю лексику, звинувачивати меня в ситуации в Украине, називати бандерою. Потім выкрутил мне руку, от этого я впала, нанес мне удар ногой по левой руке и тягал за волосы, поднимал за волосы, ображал, бил по обличчю. Повреждения есть у нее на предплечке, это огромная гематома. Также на колени, на которые она упала, когда он выкрутил ей руку. Он бил ее по лицу, он не бил ее кулаком, бил наутмаш. И грозит за все это. Наказание от штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов, общественные работы до 200 часов, а также исправительные работы до одного года. Дело в городе сразу приобрело большой резонанс. Нападавшего ищут. У него седые волосы, рост примерно метр восемьдесят пять и возраст около пятидесяти лет. Обидчика украиноязычной девушки теперь разыскивает пол Днепропетровска. Волонтеры даже расклеивают вот такие листовки с приметами мужчины. Откуда такая агрессия? Психологи говорят, в Украине набирает обороты так называемая информационная болезнь. Люди перенасыщены тревожными новостями и часто не могут отличить черную пропаганду от реальности. Люди доведены до состояния реального помрачения, так сказать, рассудка. И идеи, доведенные до некого уровня бреда, так сказать, ими, они по своему содержанию зависят от того, какой канал смотрит этот человек. Специалисты считают, случаи нападения на языковой почве будут единичные. При этом отмечают противоположную тенденцию. Жители русскоязычных регионов сознательно начинают изучать украинский язык. Небольшая книжная галерея в Днепропетровске. Тут дважды в неделю бесплатные уроки украинского языка. Идея родилась в соцсетях. Обычные горожане сами нашли учителя, определили место встречи и сформировали группы от трех до двенадцати учеников. Большинство – этничные русские. Говорить ей на украинском языке или нет? После нападения для Ани это главный вопрос. Мама просит – не надо. Девушка решила – будет. Ведь отказаться от него – значит признать язык силы. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов, телеканал Интер, Днепропетровск.